Всем большой-большой привет! До Нового года осталось всего несколько минут. Сейчас мы будем провожать старый год. Я выключила звук у телевизора, чтобы не заблокировали нам видео. Мы встречаем Новый год вдвоем с Игорем. Точнее, мы его встречаем, быстренько разбираем подарки и бежим к соседям. Будем с соседями гулять сегодня. Младший наш и Тёмка с Настей встречают у Настиных родителей. Понятное дело, ребенок решает на все каникулы. А старшенький наш Владик с Машей со своими молодыми друзьями. Но мы уже вместе встречались, мы были вместе у дедушки, вы это уже видели. Мы все уже друг друга поздравили. Так что у нас пока все очень тихо и спокойно. И, честно говоря, немножко чемоданное настроение. На муки адские навеки обречен. Орвался сгуб и покатился камнем вниз. Разбилось сердце белокурой флёрдый лис. Котяпка, ты тоже пришел встречать Новый год с нами, да? Батончик наш. Наконец какой-то маленький скомканный. Он не скомканный, он потому что у нас с тобой... Нервный. Нервный перед поездкой, как обычно. Ну давай скорее лечить нервы. Давай, давай лечить нервы. Котяпа, ты с нами? Пап, угощай. Папа, угощай, говорю. Мы на чемоданах сидим. У нас, как всегда, перед поездкой мандраж. Все ли мы взяли, все ли мы успеем. Вот, надеюсь, все сделаем. О, Тимка тоже пришел. Это наше любимое вино. Каберне сера. Или шерас. И так и так говорят. Австралийское. Ну прям такое хорошее. Вот что, тут в доем теперь будете сидеть, да? Тимич? Тимич? Коллектив пришли поддержать, да? Ну давайте поддерживать. Винсик, не знаю. Ты не запер его в комнате случайно? Друзья мои, вы с нами, да? Вы создаете нам компанию. Вот правильные коты. Молодцы. Дети разбежались, зато коты с нами. Тавка у деда. И Винсику принес, принес. Да. Ладно, давай провозать год. Ой, давай. Год был странный. Тяжелый. Тяжелый. Нервный. Все, пусть что было в этом году, останется огнем. Винсик, подтверждаешь? Пусть все в старом году останется, да? Правильно и почесаться надо. Ну что, друзья, с вами пьем Тима. Тима не выдержал. Давай. Да, бабушка у нас ушла в начале года. Ну, во-первых, старенькая была. Во-вторых, мы не один раз вспоминали, что... Эй, ей бы сейчас было особенно сложно смотреть все, что происходит. Пап, ну дай. Пап, ну будь человеком. А у вас так же коты попрошайничают, а? Давай, давай. Вот приходит и все время бодает, бодает. И говорит, ну пап, ну пожалуйста. Ну вот ты. Свинота ты, Винсик. Ой, Митька. Рот ты дырявый. Ну вот давай, давай, старайся. Папа, ты меня чем-то странным кормишь. Не хочу я твой горошек есть. Круглый я не любишь? Пап, я кот. Коты горошек зеленый не едят. Пап, колбасу давай. Открывай. Нет, не надо в потолок. Давай. Загадывайте желание срочно. Загадывай желание. С Новым Годом! С Новым Годом! Вы на сколько там будете уже? Мы в 12.30 там будем, наверное, где-то. Чтобы не опоздать. Ориентируйтесь на 12. Выезжайте в 11. Мы выйдем где-то в 11.40. Нам ощущали ехать 20 минут. Вот. Пусть лучше вы там подождете. Так, приходим поздравления. Все, зайка, давай. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Всех с Новым Годом! Пока! Давайте, Куш, пока-пока! Привет! С Новым Годом, дедулька! С Новым Годом! Косточку грызет! И тавку с Новым Годом! Всех с Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Спасибо вам! Здоровья! Тавка нас поздравила! Так, пришло время сказочных подарков! Давай, раскрывай! Нет, я понятия не имею. Это же... Это от Владика. Он написан. Папе тоже. Папе тоже? Да. А, значит... Еще немножко тебе. О, блин! Владик, приколист! Владик, приколист! Отличный подарок! Отличный подарок от сына! Ребенок знает, что дарить отцу! Игрушки! Да, да, игрушка! Ну, тебе всегда сложно подарить в подарки. Молодец! Человеку, у которого все есть. Вообще! Охидел! О, Владик, посмотришь, увидишь, как папе понравилось. Сейчас мы его... О, он звонит! Владика звонит! Иди, ответь! Нет, это не Владика. А, не Владика? Здравствуйте! Владимир, здравствуй! Маши родители. И вас, и Галина. И от меня тоже поздравь! Я сегодня Галину поздравила? Да. Вот так вот. Что надо же... Нужно Игору Геннадьевичу, да? И вас тоже с Новым Годом! Давай потом, давай посмотрим. Остальные-то подарки. Сдвигай ее куда-нибудь. Подарок офигенный. Владя, я чувствую. Владя, папа в восторге. Ты угодил отцу. Это мой, наверное. Это мой, да, это... Да, Настя рисовала. Наушники! Спасибо! Я не знаю, это мне или тебе. Наверное, мне все-таки. Классные. Это амбушюры называются? Сейчас я у Темы спрашиваю. Вот он как раз пишет мне сейчас. Так, это мне. Так, надо открыть. Так, мышка? Нет, она как-то странно забинтована. Сейчас, подожди, я открою. Мышка! Хорошая, блядь, вкусная. Она, кстати, двух это диапазонная. Ее можно и со свистком, и по блютуз. Это замечательно. У меня мышка как раз не работает. Так, Игорь сказал, что это аксессуар для мышки. Коврик. Коврик для мышки. Ну, помогай мне достать коврик для мышки. Так, 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 так. Так фирменный. Вот это коврик. Прям ковер, я бы сказала, для мыши. Дожаловалась. Я дожаловалась. Я дожаловалась на свой умирающий ноутбук. От всех наших. От всех мужчин? Да, от всех, да, мужчин. Все принимали участие в выборе. Этот консилиум был серьезен, и пацаны меня поддержали. Говорят, вот этот бери, прямо мечта, мечта. Супер, у меня теперь самый мощный ноутбук в семье. Супер. Спасибо. А что ты не по видео-то? Вадька. Привет, дорогой. О, Машуня. Там кто-то уже массаж ждет. Машуня, привет. Кать, привет. С Новым годом. Так, у них тоже идет, похоже, разбор подарков. Это что? Это что такое? Да, КВС. Да, серьезно? Да. Ты знаешь? Да. Слушай, ну это явно не для квартиры. Нет, ну это для Хитлова или там для дачи. Я понял. Ясно. Ну дачи опять горит. Я понял. Ну это от Темы. От Темы наушники. Это папины наушники. Мне это что-то другое. Пошла дальше искать. Ну, красота. Смотрите у нас за окнами что происходит. Хорошо жить на крыше мира. У нас все под окнами происходит. И выходить никуда не надо. Вот это красота. Так, так, давайте с комнаты посмотрим. И с комнаты. Хорошо жить на крыше мира. У нас тут аллеи. И на аллеи всегда у нас личные салюты. И ничего покупать не надо. Фейерверки точнее. С Новым Годом, ребята! Красота какая, а! С Новым Годом! Пусть он будет хорошим. Я пошла дальше смотреть. Мне же интересно. Мамин нашла. Вы посмотрите. Они посмотрели мое видео. Я же говорю, они смотрят видео. Спасибо. Позвони, позвони, конечно. И вы слышали, что я ищу этот крем. Писта Лаудер. И Владька где-то его нашел. Ты же моя умничка. Теперь моя лучшая. А, как мне нравится эта косметика, люди. Она классная. Абсолютно классная. Ребятки, спасибо. Да, это от меня. Это поощрительный приз. Плюс к тому дрону. Посмотри, какая коробочка красивая. Еще вся какая-то коробочка красивая. Воню сюда. О, мать! Травится? Да, класс. Класс новый кошелек. Новый киселечек. И киселечек, и ручка твоя. Да, спасибо. Деревянная. Спасибо. Так, иду дальше. А, вон тут еще тебе от меня. Так, а это? Это от младших, похоже, мне. Красивая какая? Это твоя любимая фирма. Та, в которой ты сейчас, кстати. Она с короткими рукавами и легкая. И тоже клеточка. Да, красивая. Спасибо. Так. Настин рисунок вижу. Значит, от Темы с Настей. Так, давай, открывай, открывай. Так, осторожно, картинку снимем. Снимем. Мольберт, и тюдник! Ребята, спасибо! Темка, Настюша! Это то, чего... Ну, прям вообще! Спасибо! То есть, по квартире ее не позапускать? Это гоночная машина на двигателе внутреннего сгорания. Естественно, радио управления? А у меня вот что! Очень другая машина. Мольберт! Игорь, мольберт у меня уже есть. Теперь остается... Кабинет! Построить кабинет, где я буду рисовать. Буду устроить кабинет. Класс какой! А, вот тут замочек, смотри! Какой, слушай, прям... Какой классный! Реально! Буду играть в художника. Вещь! А вот сюда картины как-то ставят. Да-да-да, и ножки. Ножки видишь еще здесь? Нет, картина как-то по-другому. Разберемся. Так, у нас там опять уже сплошные распаковки. Тут еще две вещи остались, Игорь. Это, по-моему, тебе. Это папе. И дам еще тебе. Сейчас посмотрим. Это что такое? Это стартерный набор для запуска этой вот самой машины. Так это почти как настоящая машина. А вот, ну, она, да, она мощная. А, это вот что они тебе в канистре-то подарили. А в канистре как раз тот самый нитрометан, как я понимаю. Да, он еще сказал, папа, не вздумай попробовать на вкус. Да. Точно, нитрометан. Дома не погоняешь, да? Нет, дома не погоняешь, только на улице. Владик хитрый. Хитрый он, потому что он сам на такой машине хотел погонять. А, выгодный подарок получился. Владик тоже погоняет. Да, да, это подарок как бы и папе, и себе. Ну, ладно, что. Такой в руки у нас еще не было. Игорь, по-моему, ничего больше для счастья и не надо, да? Машина с металлической рамой. Металлическая рама, двигатель внутреннего сгорания на нитрометане. Канистры нитрометана и заправочный комплект. Да, это будет ездить. Ну, ты теперь с Индией будешь лететь просто на всех парах, наверное, чтобы скорее погонять. Мы когда приедем, мы сразу поедем в Хитлова и обязательно ее там катать. Будем летать и гонять там, да? Летать на дроне и гонять на машине. Да. Игорь Динаевич, какой ты ребенок, а? Ну, что мне остается? У меня все есть. А вот это я себе не могу купить. Конечно, я понимаю. Это мне могут только подарить. А у нас на улице все салюты. Фейерверки, точнее, фейерверки. Неправильно я все говорю? Это же фейерверки. Как жалко только, что снег растаял. Не так красиво все. Да, друзья. Пусть мы слышим только звук фейерверков. И не только мы. Пусть все слышат только звук фейерверков. Смотрю, как Настя интересно рисует. Мне нравится. Такой стиль интересный у нее. Так, я сейчас буду запаковывать всю эту мелочевку. У нас у Темы есть такая шутка. Он очень любит копибар. У него в квартире картина с копибарами. Там все с копибарами. В зоопарк ездил, чтобы копибар посмотреть специально. В общем, не знаю, какая-то такая милая шутка про копибар у них. У Темы. А Тема, я так понимаю, и Настю заразил. Поэтому я им нашла футболки домашние. Ну, обычные футболки. Я думаю, что это дома надо носить такие, конечно. Капибаристы. И купила им вот две одинаковые мужской и женской футболочки. Девочка Маша и Настя купила вот по набору таких корейских тканевых масок для лица. Это 12 штук. Такие коробочки упакованы. В общем, по два таких. Ну, по набору обеим. И также обеим купила филеры для волос. Машуньке еще купила Маракан Оил для волос. Она у нас такая девочка-девочка. Очень любит всякие женские милые штучки. Купила ей Estee Lauder. Крем вокруг глаз, который мне очень понравился. И умывалку Estee Lauder. Я надеюсь, она это оценит. Такой алаверды. То они мне дарили эту косметику. Но я ее попробовала, решила, что Маш тоже она понравится. Так, и вот это для пробы какие-то лимонии. Ну, это простенькое что-то, но их очень хвалят. Вдруг ей подойдет. Еще сережки должны приехать. Надо получить. Точнее, уже прислали в сдек. Надо сходить забрать. Это, опять-таки, младшим ребяткам нашим Капибары. Кружка. Владику решила подарить вот такой вот шарф. Tommy Hilfiger. Теплый. Я надеюсь, что он его будет носить. Владик не любит шарфики. Не носит их. Но, может, хоть этот будет. И вот такой красивый набор. Сейчас открою и покажу. Это коробочка деревянная. Ну, возможно, конечно, это фанерка, да? Выглядит как деревянная. Замочек. Сейчас. Ну, давай-давай-давай, открывайся. Вот. Смотрите, как красиво. Это все ручная работа из кожи. Для паспорта. Кошелек. Портмоне. Это, видимо, для визиток. Для ключей. В общем, такая красотища. Я надеюсь, что ему понравится. Кстати, вот такой он большой. Вот так фирма называется. Не знаю, как они прослужат, но на ощупь они очень приятные, кстати. Такая приятная кожа такая. И цвет я знаю, что они такой любят, что Игорь, что Владик. Я тут шутку подумала, что даже если не будет носить все эти кошелечки, да, то коробочку заценит. Будет здесь хранить всякое полезное для мужчин. всякие болтики, отверточки. Игорь я подарила дрон, который вы видели с очками виртуальной реальности. Это как бы один подарок на Новый год. А это, скажем так, утешительные призы. Тоже здесь кошелечек той же самой фирмы. Видите, такая же коробочка, только меньшего формата. И вот такой здесь кошелек. И ручечка, как обычно. Вы уже поняли, да, что Игорь очень любит ручки. Ну, еще купила легкую рубашку пола. Ее из пола. Конечно же, в клеточку. Ну, в такую большую клеточку, в крупную. Также младшим детям мы с Игорем дарим робота-пылесоса, чтобы легче было убирать квартиру. Я знаю, что Тема очень ценит робота-пылесоса, но пока у них недостаточно денег, чтобы самим это купить. Я думаю, они такой подарок оценят. А Владике Игорь выбрал вот это. Игорь лучше всего знает, что Владику нравится. Владик обожается делать руками. У него вообще мечта заняться мебелью. То есть он хочет мебель деревянную делать самостоятельно. И вот у него очень много всяких. Да и он много делает уже, кстати, на самом деле. Он и стол себе сделал, еще там что-то делает. В общем, много он мастерит руками. И для него это релакс такой. Он так отдыхает от работы. И поэтому он очень любит всякие вот эти пилы. Вот все-все-все. У него полно всякой техники. А такой Игорь сказал, что пока еще нет. Ну и еще немножко финансов будет. Вот, сейчас я все это буду упаковывать. Не знаю, прям как. Ну, мелкие-то подарки, понятно как. А вот с большими сложно. Та-дам! Все упаковала. И даже пылесос. И даже эту машинку. Так, получила Маше серьги. Сейчас упакую тоже. Серьги. Она любит такие. Готово. Тимка, скажи всем пока. Скажи всем пока. И поздравь с Новым годом. Винсик, и ты. Винсик, поздравь всех с Новым годом. И скажи пока. Так, Игорю не выбраться от котов у нас. А ты как чувствуешь, что мы уезжаем? Ну, они все время такие. Сейчас еще Виштафы нет. Она их прогоняет, все время ревнует. Тавка у нас очень ревнует. И котам запрещает к нам подходить. Коты к нам подходят только тогда, когда Тава не видит. Наши все дети нас очень любят. Да, у нас все дети очень любят. Все и большие, и маленькие, и мохнатые, и не мохнатые. Да. Нам повезло с тобой, Игорь. Мы везунчики. Мы везунчики. Ну, это же щадь. Да, Тимач? Я как-то позавидовал одной своей заказчице. У нее было пять детей. Я сказал, вы очень богатая женщина. Но она поняла, о чем я говорю. Конечно. У меня было пять детей. У нее там, я так понимаю, был полный дурдом в семье. И они там получили квартиру какую-то, как... Многодетные? Да. И я прям вот позавидовал. Я говорю, вот прямо счастье. А у нее там дети? Там от 12 до грудничка. Здорово. Вот. И я говорю, вы очень богатая женщина. Да? Да. И вот мы богатые. У нас вон мохнатых детей сколько. Да. А у нас, кстати, с тобой были только сыновья. А теперь у нас и дочки есть еще. Ой, дочки, да. Ну что, друзья. Мы бежим на часок к нашим соседям. Мы им обещали, что мы придем. У нас куплены подарки. Но не больше, чем на час. Потому что нам завтра довольно сложный путь. У нас опять очень будет сложная дорога в Индию. Я надеюсь, что все будет в порядке. У нас есть такое, ну не штормовое предупреждение, конечно. Но пишут об усилении ветра завтра. Надеюсь, что с самолетами все будет хорошо. Увидимся. И всех вас с наступившим Новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok